В Самарской филармонии звучала рождественская песнь. Моноспектакль по одноименной повести Чарльза Диккенса повествует о нехитрых общечеловеческих ценностях, о том, что даже самого закоренелого скептика рождественские чудеса заставляют поверить в волшебство. Новогоднюю мистерию дополняют удивительные звуки органов, чем убедилась Ирина Андреева. Да, это был Марлин. Это было его лицо. Скряга Скрудж, добродушный племянник, рождественские духи. Все эти роли исполняет один актер, буквально за секунды перевоплощаясь. Артист Александр Внуков настолько был поражен повестью Чарльза Диккенса «Рождественская песнь», что уговорила режиссера поставить по произведению английского писателя спектакль. Актер признается, что главный герой рассказа сыграл в его жизни важную роль. Как человек верующий, я не могу не верить в Рождество. Я верю в Рождество и в Христа Бога. И молю Богу, чтобы он и мою жизнь справил бы, я так же грешен, как и скручь. И стараюсь себе весело выбраться из этого круга греха. Сказочность и таинственность на сцене усиливает звучание органа. Повесть Диккенса уже давно стала в мире синонимом Рождества. После спектакля зрители признаются, что снова начинают верить в чудо. Вот эти вот три дня последних происходят какие-то небывалые вещи. И вот сегодняшний день один из счастливых, наверное, моих дней при просмотре вот этого замечательного рассказа. Прям как-то хочется самой очутиться в этой сказке. Еще раз очутиться в рождественской сказке, как обещают артисты, зрители филармонии смогут на следующие праздники. Новогодние праздники уже позади, но время чудес еще не закончилось. До 19 января будут идти святки. В это время многие девушки гадают на дальнейшую судьбу и на суженого. Век мобильных технологий внес свои коррективы и в давние традиции. Сейчас одно из самых популярных святочных гаданий на сотовом телефоне. Девушка наугад набирает номер и спрашивает имя собеседника. Ирина Андреева, Константин Тахтаров, Вести, Сама.